Подруги, привет! Как ваши дела? Сразу сходу пишите в комментариях, как ваши дела. Ну а пока вы пишете, я сегодня буду кормить своего ребенка. У нас с вами сегодня новый видеоролик на тему меню ребенка в один год и 7-8 месяцев, но в целом ребенка где-то около двух. И я покажу, чем же сегодня мы будем питаться, что мы будем есть. В Петербурге адская темень, не знаю, что будет с качеством моего видеоролика, но что делать, терпим, в общем. Зима такая в Санкт-Петербурге, явно погодка у нас так себе не очень. Так, что мы сегодня будем есть? Первое, на наш завтрак я решила своего ребенка покормить нестандартной привычной кашей, а сегодня мы будем готовить яичницу, мы будем готовить тосты. И это все дело будем есть вместе с авокадо, с рикоттой. И вот прям так, по-взрослому и по-буржуйски. Днем буду готовить ему кролика с овощами, вечером у нас будет смузи с ягодами, фруктами. Ну а в течение дня разные всякие вкусняшки, перекусы, это все буду вам показывать. А, и еще, буду сегодня мучить свой блендер-пароварку для того, чтобы продолжить свой эксперимент и понять, стоит ли покупать детский блендер-пароварку мамочкам, у которых детки уже давно закончили вот эти первые месяцы прикорма, которые уже едят взрослую еду, и в целом имеет ли смысл действительно пользоваться этими блендерами-пароварками. Пока я своим очень-очень довольна, сегодня я его помочу, я попытаюсь в нем сделать тесто для блинов, потом буду проварить, ну, как обычно, овощи, и что еще? Ну, буду, в общем, измельчать, резать все, что придет в голову, то в нем и буду делать. Короче, будем проверять его лимиты. Ну а пока мой ребенок не начал орать, давайте быстро готовить завтрак и поехали. Целый день будем жарить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Один из наших перекусов сегодня будет ананас. Буду резать и чистить его по старинке, ножом, как полагается, знаю, есть там разные способы постучать по нему, еще какие-то там странные истории, как можно его почистить, но я этого делать не умею, поэтому я буду резать просто вот, в общем, как умею. Так, у нас время обеда. Что у нас тут имеется? Смотрите, какая красота у меня кролик. Ножки и ручки. Так, потом у нас батат. Батат я отправлю в блендер-пароварку и буду его пароварить. Порезала, кстати говоря, его такими большими кусками, ну, чтобы он сильно не пароварился и чтобы ребенок мог, если что, взять в ручку. Дальше с моим кроликом у меня здесь будет сладкий перец, морковка, чеснок и лук. Это все отправится в кастрюльку к нему тушиться. Кролик я буду сначала немного обжаривать, чтобы он такой прям не был вареный-вареный, а потом буду его тушить. Тушить буду его приблизительно полтора часа. Посмотрю, как у меня получится обжарить. Вначале, может быть, в кастрюле, в ней предварительно я некоторые блюда и жарила, поэтому думаю, что у меня получится. Если нет, переложу все в сковородку и, в общем, изначально его немного-немного обжарю. Кстати, если спросите, сколько же по пропорциям я готовлю, поскольку, ну, знаете, я такой не сильно-то профессиональный блогер, и рецепты я в описании видеороликов не пишу, поэтому все приходится смотреть по картинкам, вернее, по видеоролику. Здесь у меня просто две ноги и две верхние ноги кролика, 700 грамм. Для ребенка, когда готовлю, я, в принципе, стараюсь готовить максимум на три дня. То есть такую порцию, которую он сможет съесть и так, чтобы мне не приходилось эту еду выбрасывать. И, следовательно, ну, порции небольшие, как вы видите, вот, значит, 700 грамм кролика. Здесь у меня один всего лишь батат, один сладкий перец, две морковки, две луковицы и один чеснок. Кстати говоря, луковицы и чеснок я резать не буду, я их отправлю целиком в кастрюльку с кроликом, а потом просто выброшу. Это все будет тушиться вместе. И также туда отправлю вот эту красоту, красную и оранжевую. Субтитры сделал DimaTorzok Дико люблю в этой пароварке то, что здесь есть окошко, в котором видно, сколько у тебя там воды. То есть не нужно каждый раз гадать, есть вода, нет воды, и наливать непонятно, когда она пойдет через край. Здесь всегда видно, и также есть подсветка, и ты знаешь, сколько водички есть, или, может быть, нужно еще долить больше. Плюс ко всему, если вода заканчивается, он начинает пищать и прекращает свою работу. Мы с вами будем пороварить 15 минут, не дольше. Я думаю, дольше нам не надо. Поехали. Так, тем временем у меня здесь готовится вода потихонечку-потихонечку закипает. Как только водичка в моей кастрюле закипит, это приблизительно через минут 5-7, я тогда уменьшу температуру, наверное, до 6-5. То есть это индукционная плита у меня, вот это такой средний уровень, до 5-6. Потом где-то еще через минут 40-час убавлю все это дело где-то до 4. И посередине во всю эту красоту добавлю болгарский перец и мою морковку. Кстати, спросите, почему готовлю именно так? Все потому, что я не солю и не перчу ремо-еду. Поэтому у меня здесь лук, чеснок и все вот прям в полных головках, которые потом я извлекаю. То есть они за час-полтора, наверное, приготовления, ну да, полтора часа уже приготовления, они вот прям отдадут все свои соки, витамины, вкус, и кролик будет вкусным. Надеюсь, также и мягким, и приятным. В общем, ждем. И, кстати, получаю от вас сообщение уже по поводу вот этой пароварки. Многие подруги меня спрашивают, какую пароварку брать, Агу или Филиппс Авент. Потому что я пользовалась обеими. То есть в начале водоприкорма ребенка я пользовалась Авент. Сейчас я вот тестирую Агу и в ней пробую готовить разные-разные блюда. Для тех, у кого не будет времени дождаться моего обзора сравнения, сразу могу сказать некоторые моменты, которые мне нравятся в Агу. Первое, как я уже сказала, индикатор воды. Это очень важно и на самом деле очень удобно. Дальше набор функций 5 в 1, он прям такой, знаете, дельный. То есть реально ты можешь пользоваться вот тем, что реально нужно. То есть ты блендеришь, пароваришь. Есть разные режимы как блендера, так и пароварки. И также можно подогревать молочко, бутылочки и можно стерилизовать. По-моему, вот это самый такой нужный набор, который должен быть в приборе. Раз уж мы говорим про мульти, такие функциональные. И также есть еще специальный режим очистки самого аппарата. Дисплей очень удобный, потому что здесь ты сразу видишь, как долго он будет работать, правильный режим ли выбрала и так далее. Что касается блендера, что мне очень-очень нравится, здесь есть несколько режимов. Ты можешь быстрее сделать, можешь помедленнее. И также ты можешь задать, сколько циклов он режет. Это очень круто. Я вот прямо оценила. Даже не представляла, что это настолько круто и важно. То есть пять циклов максимум и один минимум. И он сам останавливается и заново начинает резать. Это вот прям для меня очень крутая штука. И если говорить про саму чашу и вот использование там чистку, мытье для мамы, что самое вот ужасное, здесь мне нравится, что здесь минимум деталей. Здесь все продумано так, что ты очень легко можешь его помыть, почистить. Крышка разбирается, там нигде не копится вода. В ручке вода не копится, там есть специальные отверстия. И также нож очень легко извлекается и чистится. А в Энте этого, к сожалению, нет. И там очень много лишних деталей. Очень сложная сборка. И я, конечно же, замучилась. Поэтому пока, вот пока, если спросить, какой мне нравится больше, я, наверное, скажу Агу. Но, с другой стороны, я не тестила Авент пароварку, которая там, по-моему, 4 в одном у них. Я тестила ту, которая 2 в одном. Блендер и пароварка. Ну, то есть там функции очень простые. Если мне удастся добыть Авент 4 в одном, чтобы они сопоставимы были, я тогда ее тоже протестирую и сделаю вам вот прям back-to-back, вот два прибора, какой лучше. Не считаю правильным сравнивать вот 2 в одном и 5 в одном. Но это как-то вот так вот апельсины и яблоки, знаете. Вот, но в целом, вот сейчас я бы сказала Агу, потому что сама ей пользуюсь. И чайником также мы пользуемся. Более того, я убрала взрослый наш Борг-чайник, и мы пользуемся только этим. И, кстати, в этом тоже можно и пароварить, можно стерилизовать, можно нагревать бутылочки. Можно сдавать с температурой прям до градуса. Вот последний, самый важный момент, который сейчас скажу. В пользу Агу, где Филипс проигрывает, это провод. Здесь длинный провод. И ты можешь выдвинуть эту пароварку. Видите, тут пар идет, и когда твоя пароварка стоит на столешнице, а здесь у нас, как правило, шкафы, особенно это касается маленьких кухонь, где нет... Вот у меня, например, здесь есть столешница, грязная посуда, ну окей, мы готовим. Здесь столешница, там столешница, я могу поставить куда угодно, но в маленьких кухнях этих столешниц свободных нет, и всегда у тебя наверху будут шкафы. Если эти шкафы есть, то пар, идущий к шкафам, он очень быстро этот шкаф просто уничтожит. Поэтому важно выдвинуть эту пароварку вперед, чтобы она не стояла прям далеко. Опять же, с детьми нужно быть аккуратными и очень-очень осторожными, поэтому я ей пользуюсь в основном, когда мой ребенок спит. Значит, я могу благодаря длинному проводу вытащить эту пароварку. С Авентом это была большая проблема, потому что провода не хватало. То есть у него намного короче провод. Не знаю, что, опять же, у них в пароварке 4 в 1. Так что, подруги, кто дождется обзора, супер, ждите. Кто не дождется, но, наверное, пока могу рекомендовать Агу уж точно. Если не сравнивать, да, особо там не вникать, то Агу сам по себе продукт супер, очень классно работает. Пока жарила, тут все у меня прям грязно. Извиняюсь за неприятный вид. Так, опускаю все это дело до 5. 6 все-таки, наверное, многовато будет. И пусть потихонечку-потихонечку все это тушится. Ну и вот, все становится поспокойнее. Отлично. Теперь это все будет тушиться, как я уже сказала, минут 40 минимум. И тогда добавлю болгарский перец и морковку. Так. Ух! Вот она. Вот она. У нас тут все готово. Прошло полтора часа. И я достаю... Давай-давай-давай. Отсюда. Чеснок. И достаю отсюда лук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь еще остался свежий картофель. И я решила проверить, получится ли у меня приготовить хорошей консистенции картофельное пюре, которое, между прочим, едят все, и взрослые, и дети. Так. И ставлю... Насколько? На 20 минут? Да, на 20 минут хватит уж точно. Давай, погнали. Приготовь мне картошечку на 20 минут. Так, чуть-чуть масла еще. Потом молочка. Мы сделаем три цикла. Раз, два, три. Так, ладно, посмотрим, что будет после двух. Прям прелесть какая-то, по-моему. Можно немного меньше молока в следующий раз, но очень даже круто. Отлично. А тут я еще напроварила ему просто морковки. Причем напроварила таким образом буквально там 7-10 минут, чтобы внутри она была хрустящая, свежая, вкусная, вот прям как свеженькая морковка. Но снаружи чуть-чуть более мягкая, просто потому что у нас зубов-то маловато, и со свежей, со всей морковкой он не справляется. Но в то же самое время морковку любит. И поэтому вот в качестве такого снэка, чуть-чуть, немножко, конечно же немного, ребенку прям идеально. Вот он носится со своей морковкой и сильно ему нравится. Да? Лучше, чем печеньки. Ну, правильно, вот замени свежую, возьми и иди ешь. Вот. Такое я решение нашла, как ребенку предложить более здоровые снэки в течение дня. В качестве вкусняшки я ребенку сегодня буду готовить блины с ягодками, может быть, еще добавлю творог. И попробую в блины также добавить еще банан. Буду выжимать все соки из блендера-проварки и проверю, смогу ли я сделать блины именно в нем. Значит, так, включаем. Что мне понадобится для моих блинов? Первое – это два яйца. Приблизительно стакан муки, которую я также потихонечку буду вводить. Если все получится, на самом деле уже предвкушаю, что я смогу очень легко и просто какой-либо ингредиент добавить в случае необходимости. И давайте сделаем пока два цикла. Погнали. Хотя одна мой будет достаточно сильно долгий. Так, сразу тогда буду потихонечку добавлять молоко. Чуть-чуть совсем молока. Добавляю 2,5%. И вся остальная жидкость у меня будет газированная вода. Поскольку свои блины я делаю на газированной воде. И, как правило, у меня получается очень даже хорошо. Так, теперь добавляю банан. И газированную воду. Газированной водой они получаются ажурными в целом. У меня такие они полуажурные. Для меня не принципиально, чтобы они были ажурными. Для меня принципиально, чтобы они были мягкими. И не сохли. После того, как они там полежат немного. Давайте два цикла сделаем. Так, стоп. Проверим. Так, можно чуть-чуть еще добавить воды. Слушайте, ну, пока смотрится прекрасно. На самом деле, я предполагаю, что можно будет даже не использовать никакие дополнительные инструменты, а просто на сковородку все это дело выливать вот прямо из чаши. Так, ну, можно пробовать. Мне кажется, хорошо. Так, очень важно при жарке блинов первую сковородку сильно раскалить, чтобы она была прям горячая-горячая. И подруги мне также посоветовали лишнее масло убирать либо салфеткой, либо полотенчиком, либо просто взять, порезать напополам картошку, ее нанизать на ложку и при помощи картошки просто это масло распределять по сковородке. Обычно первый блин, конечно же, комом. Посмотрим, что получится из этого. Вкус просто отличный. Обычно, когда я жарю ребенку блины, я не добавляю сахар и не добавляю соль. В этом случае сильно помогает банан. Поэтому блины получаются очень вкусные, мягкие и прям отличные. На ужин у нас, как обычно, все очень просто. Это, наверное, по приготовлению и составу самая простая еда, самый простой прием пищи в течение дня. Значит, у нас фрукты. Здесь у нас один банан, ягодки, которые он не съел ранее сегодня, и киви. И это все я в блендере приготовлю в качестве смузи вместе с детским биолактом, то есть с детским кефиром. Если эта вся история будет слишком густая, то добавлю немного воды. Ну все, у нас готово. Обычно этот смузи Рэму я наливаю в нашу бутылочку колубую манчикин, но на днях я тут снимала обзор для Аланд и показывала вот такой вот продукт, бренд Mother K из Южной Кореи. Один из самых главных продуктов – это вот такая вот силиконовая классная бутылочка, которая мне лично напоминала очень бутылочки Кома Тома, которыми мы пользовались, когда Рэм был на грудном скармливании, и также, когда я кормила его смесью. И все, увидев эту бутылку, он каждый раз теперь требует свои жидкие перекусы либо ужин пить из этой бутылки. Поэтому сегодня наливаю именно в этой бутылочке. Не думала, что соски и бутылки сосками вернутся в нашу жизнь, но так уж произошло. Увидел мой ребенок обзор и понял, что продукт хороший. Эта бутылочка у нас 260. И в целом он выпивает такую одну. Больше я ему не даю. И также Рэм очень любит детское молоко. И в течение дня я ему могу дать одну бутылочку выпить молочка. Рэм очень любит детское молоко. Рэм очень любит детское молоко. Продолжение следует...